я приветствую вас дорогие друзья те кто здесь те кто там смотрят нас вот слава иисусу что у нас есть привилегия жить на земле очень скоро мы перейдем на небесах но там мы уже ничего не сможем сделать для господа мы не сможем послужить мы там будем знаете на всем готовеньком там мы уже ничего не принесем только здесь мы можем помочь кому-то знаете помолиться привести ко христу там все уже все нужды восполнены вот это правда то что анатолий говорил то что нам нужен святой дух если вы хотите чтобы ваша жизнь изменилась раз и навсегда ни один проповедник никто никто даже если вы читаете библию но без святого духа ваша жизнь сможет измениться даже если вы молитесь но без святого духа будет все тяжело все будет знаете как-то сомнительно но стоит только святому духу прийти вашу жизнь и коснуться как все изменится вот я свидетель этому живой свидетель стою перед вами меня коснулся дух святой в тот момент когда отдал свое сердце иисусу он сошел на меня вот с того дня я родился свыше и служу богу люблю его и служу его народу аллилуйя аминь давайте будем слушать слово божие я понимаю почему анатолий все прокричал почему он все выдал он сейчас пустой он готов наполняться теперь знаете друзья если у вас что-то есть то что вы сейчас за что-то переживаете вот вы сидите вы слушаете вы смотрите но сейчас сердце как будто в другом месте за какого-то человека вы переживаете за какую-то ситуацию может у вас боль в теле зубы болят или из органы болят или душа болит или вы вообще как бы но не знаю проблемы у вас какие-то знаете иисус хочет освободить вас иисус хочет освободить позвольте ему просто прикоснитесь к нему я могу только направить я как указательный знак я могу вас направить прикоснитесь к иисусу прикоснитесь к нему скажите иисус я принимаю свою свободу прямо сейчас я принимаю свое исцеление я принимаю свое освобождение вам нужно принимать когда его атмосфера все что вам нужно это принимать аллилуйя тема проповеди так и будет называться пойми и прими многие вещи нам предстоять понять предстоит понять а затем принять многие вещи в нашей жизни уже есть но мы их не обнаружили мы не знаем то ли не было правильного учения то ли не было правильной информации и мы думаем что бога надо умолять чтобы он что-то дал а бог говорит почему я уже дал а ты еще не взял знаете есть люди которые очень бедно жили очень бедно жили вот все что у них было это территория земли по наследству просто передалось но не было денег не было защита платить тяжелая была жизнь катастрофа знаете одна же что произошло вдруг они на своей земле обнаружили нефть один пастор обнаружил на своей земле которая ему была там принадлежала по наследству там он обнаружил газ и знаете вся жизнь изменилась это всегда было благословения всегда были но их не обнаружили знаете одного человека в огороде был камень камень просто камень лежал оказывается это был слиток золото какой-то еще был драгоценный камень таких случаев много много один человек раньше знаете на кораблях плавали очень далеко далекое путешествие там несколько недель вместе смогли плыть куда-то там знаете из одной страны в другую и один человек плыл и у него в его билет входил обеда входили проживание знаете в роскошном месте то есть у него бизнес-класс можно сказать был но он ел питался знаете каким-то сухариками там образно говоря он никогда не приходил в ресторан где очень хорошо кормили и случайно кто-то заметил говорит почему вы никогда не приходите сюда он говорит ну как у меня нету денег он говорит вашем билете это все входит это все включено ол инклюид а я не знал вот так ты всю жизнь проживешь имея многие многие благословения но ты их не знал ты не обнаружил может быть их жизни и поэтому может быть ты прожил не той жизнью которую бы ты хотел прожить многие христиане думают что надо жить печальной жизнью что надо страдать надо спасаться надо выживать но мы не видим такого христа который постоянно спасался и выживал он по моему спасал людей знаете он не решал там свои проблемы он не говорил я свои проблемы решу если у меня времени охватит на вас тогда ваши буду решать он решал проблемы людей потому что он был свободен был благословен и сегодня об этом речь послушайте когда мы понимаем и принимаем то приходит прорыв перемены и победа часто нам жизни у нас только знаете брань какая-то война знаете война за выживание вы находитесь в трясине вы реально находитесь трясине многие не все многие вы реально вы пытаетесь сделать тело движения но по поняли что вы опустились на 10 сантиметров вы опять предприняли какие-то силы вы еще ниже стали опять вы уже ниже стали уже смотришь сейчас вы будешь захлебываться болоте и ты не понимаешь в чем дело тебе не хватает победы многим не хватает победы и они подавлены поэтому они уже думают может мне с церкви уйти может не от бога уйти может не перестать друг ты должен жить в победе и бог тебе для этого все уже дал он тебе не даст он уже отдал сына а вместе с ним написано он дал вам все он дал на все нет так вот чего бы он вам не дал теперь наша задача обнаружить это обнаружить это повзрослеть открыть это в слове божьем как пророк даниил он обнаружил он читал слово божие и он обнаружил что время его народа в рабстве давно закончилась но они почему-то все равно в рабстве и не выходят оттуда а все уже должны были быть уже передержали уже переспели уже уже давно должны были быть свободны и тогда он принял решение молиться поститься да он не то что он принял решение поститься он гадя вкусного хлеба не ел и тогда произошла встреча со сверхъестественным с богом бог показал ему понимаете он обнаружил он читал в слове божием иногда мы просто знаете не имеем потому что мы не обнаруживаем мы не понимаем мы слышим мы слышим от человека но разумом понимаем мы как будто бы не все как будто бы нам не открыты эти вещи как будто вы здесь знаете слышите звук знаете перепады но не понимаете смысла вот если понять смысл о чем говорил вспомните как сотник написано он понял он понял кто такой иисус он понял как иисус делает чудеса и когда он понял пришла победа в его жизнь его слуга был здоров у этого сотника было найти и деньги были и влияние было и власть была но была проблема которую решить он не мог это его слуга понимаете больной при смерти и он ничего не мог сделать ничего но обратившись к иисусу он тут же вышел из своей проблемы он был в победе ладно он был бы в победе вы знаете какую победу пережил сам иисус он воскликнул он сказал такой веры я не нашел во всем израиль вот где должен был бы найти веру но и у язычника вера оказалась намного больше в меня чем у моего народа а почему потому что сотник обнаружил многие вещи если мы начнем остановимся начнем размышлять начнем искать исследовать копать будем мы найдем их мы найдем их написано что бог хочет чтобы мы искали его деяние 17 глава он хочет чтобы мы искали его я и и знаете не ощутим ли его не переживем ли мы его хотя он недалеко от каждого из нас он как рядом но знаете мы думаем ну вот как его искать заглянуть за занавеску под стол посмотреть как где его искать искать тебе нужно настроиться просто как радиоволны ищут вот так и тебе нужно настроиться успокоиться и начать исповедовать слово божье господь я верю что ты сейчас здесь твой слово говорит что ты сейчас здесь господь я верю что я принят я верю что я твой сын тебе приходит чувство ты нашел сразу же присутствие божье проявляться стало потому что все проявляется после божьего слова была тьма бог сказал и был свет после божьего слова происходит творение когда вы настраиваетесь вы обнаруживаете бога и вы такие думаете так что это бог всегда был да он всегда был ты не настраивался думал как мне искать царство божие как мне искать бога как 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 настраиваться вот как душа чтобы успокоиться душа она знаете она гиперактивна она все хочет решить она все хочет довести до совершенства она хочет чтобы был мир во всем мире но тебе сейчас не об этом думать надо тебе нужно настроиться на господа тебе нужно получить от него шалом тебе нужно понять вообще что он имеет для тебя кто он для тебя и даже если у тебя засуха то пойми через несколько предложений может пойти дождь может пойти обильное излияние святого духа я имею ввиду излияние из когда говорится про излияние говорится про жидкость когда говорится что дух святой излился как будто вылили понимаете то есть как дождь он изливается на нас многое из того что мы просим у бога нам необходимо просто понять и принять мы иногда просим у бога как раньше язычники просили у своих идолов у богов они их просили там знаете дед мор дед мор не морозь нашу жатву мы тебе подарки под елку принесем это же все язычество это сегодня все так сделали красиво но на самом деле это люди умоляли духа лесного чтобы он не морозил их жатву чтобы у них был урожай чтобы у них была еда поэтому они туда дары под елку клали наклонялись поклонялись и так далее это история это не выдумка это все можете в интернете в истории все прочитать наш бог не надо перед ним танцевать не надо ничего заслуживать он нас любит просто так нету причины нас любить единственное это то что мы его создание моего дети вот мы не знаем его может грешим может все равно любит нас он ненавидит грех который мы делаем почему потому что грех это как стена у многих детей родители сидят тюрьме а детям рассказывают песню что папа твой летчик разбился там где-то он в тюрьме мотает потому что просто не держал свои эмоции зарезал кого-то пьяный в баре на него кто-то посмотрел а ему показалось что он там что-то там вообще так нагло посмотрел и на завязалась драка понимаете все очень глупо тупо вот так и все и дети в тюрьме теперь без родителей вот почему бог ненавидит грех потому что грех разделяет его с его детьми вот почему он порвал эту занавеску в храме занавес трудно назвать занавеской потому что толщина ее было примерно 15 сантиметров если вот ткани здесь где-то миллиметр два то там было 15 сантиметров вы можете себе представить которая даже не пропускала свет написано сверху она была разорвана донизу что сделал бог взял вот так вот святое святых бог никогда так не поступал он там встречался со священником но здесь он просто понимаете уже не мог держаться он взял ее и вот так разорвал понимаете она разорвана была что сделали священники они это все увидели они увидели что иисус умер возгласил совершилось в этот момент было землетрясение и занавес храме именно в этот момент когда иисус сказал совершилось занавес храме разодралась они все поняли они поняли что они беззаконники они поняли что они убили праведника только они хотели замести следы они сшили эту ткань они сделали вид что ничего не произошло они зашили ее тогда бог сказал храм разрушил то вы думаете что бог если бы это было божья воля храм этого если была воля божья он бы до сих пор стоял храме не было воли божьей раньше было до иисуса но потом нету храме воли божьей иначе он бы защитил храм послушайте бог защитил бы храм но иисус сказал придут времена когда не останется здесь камня на камне многие люди думают храм свят храм там бог нет вы должны знать про истину нет мы храм святого духа библия говорит иисус конкретно сказал не останется здесь камня на камне когда ученики начали восхищаться храмом соломона они стали восхищаться учитель они говорят учитель посмотри как какое строение как и камни сколько тонн они весят какая красота какое изумление иисус говорит иисус сказал придет время знаете он не восхищался руками человеческими изделием рук человека иисус не восхищается иисус восхищается другими вещами верой преданностью любовью вот этим он восхищается и он сказал здесь не будет камня на камне иисус пророчествовал почему потому что там были негодяи в длинных одеждах я извиняюсь мне приходится это говорить когда бог уже показывает меняем правила игры новый завет иисус это избавитель нашего нашего человечества они говорят нет 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 это все неправда не пытаются все знаете удержать власть удержаться на стуле на троне тогда видите произошло разрушение великое гонение потому что время вышло иисуса надо принять надо понять кто такой из многие не понимают кто такой иисус ты веришь висуса да верю живет как самый как бомж живет как пропадший человек из проблемы если бы ты понял кто такой иисус ты бы жил по-другому нам нужно переходить по этим ступеням от славы в славу от осознания того кто иисус мы думаем сегодня я знаю кто такой иисус когда ты встретишься с ним ты поймешь что ты вообще ничего не знал ты слышал там сям то другое нам всем нужно встреча с иисусом итак есть вещи которые нам у бога просить не надо что не надо молиться не молиться надо но молитва не заключается и знаете из пунктов вопрос этих знаете прошение помоги мне дай бабок дай мне машину дай мне дом дай мне это дай мне то помоги мне все я получил все давай пока у меня жизнь своя нет если мы пришли к нему домой как блудный сын пришел к отцу значит там и остаемся вот такой вопрос я просто затрону вопрос здоровья ко всем кто молится за исцеление я хочу обратиться сегодня нам часто не надо молиться чтобы бог нас исцелил послушайте очень внимательно часто нам не надо молиться чтобы бог нас исцелил почему нам необходимо понять что иисус это уже сделал две тысячи лет назад он уже исцелил нас исайя 53 5 современный перевод а он был изранен за наши грехи сокрушаем за наши беззакония он понес наказание чтобы мы получили мир и ранами его мы исцелились слово божье говорит в прошлом не исцелимся а исцелились то есть иисус нас исцелил уже на кресте что мне теперь надо вот я больной я же больной я же я я я же не могу отрицать например если например человек не может отрицать если у него есть болезнь он не может отрицать и уже это факт но он должен перестроить свое мышление необходимо прочитать слово божье и утвердиться на слове божьем не на том что он чувствует а на том что говорит слово божье вот бесноватый до иисуса бесы его просто бьют цепи рвут через него он бьется о камни живет в гробах голый бегает люди обходят его десятками километров той стороной никто не ходил вот его жизнь до иисуса но пришел иисус поговорил с ним поговорил он ничего физически ему не делал он просто поговорил он стал абсолютно нормальным человеком слово божье должно поговорить с тобою с твоим разумом ты настолько может быть неправильно веришь такие твердыни что такое твердыни это постройки дьявола это его доты ты пытаешься взять оттуда дот его никак не взять оттуда пальба идет ты хочешь сделать что-то оттуда ты только хочешь туда оттуда ты только хочешь сказать я исцелен я исцелен раз наколола да вряд ли я исцелен такой знаете а может знаете дьявол же он же не дурак он же знает что если ты сомневаешься то для некоторых нормально например там мелкокалиберно да для для такого уже который так знаете уже близко приближается к откровению и на него надо уже посильнее оружие из базуки твой разум вообще прям дыхание перекрыло да вряд ли это для меня слово божье вряд ли вряд ли вон этот верующий тоже говорил говорил ходит больной хромает там вот этот пастор вообще говорил говорил о процветании бац умер реально умер реально умер я с ним вот еще разговаривал все он реально верил там вера 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 и знаете дьявол тебе начинает только негативное показывать только негативное показывать прими свой ответ все уже тебе дано в иисусе христе бог благословил нас всеми благословениями обнаруживая их как только ты взрослеешь как только ты в духе начинаешь расти ты принял это слово ты был уверен в мало те господь открывает больше 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 и ты понимаешь боже я неправильно тебя просил я тебя не о том просил о чем надо просить это не надо было просить это надо было брать когда мы готовим завтрак или обед детям не надо просить отец дай мне поесть он просто просто едим понимаете просто едим тебе положили ты ешь никто у нас в доме не спрашивает дай мне я тоже хочу поесть все на всю семью раскладываются тарелочки понимаете для каждого у нас нет такого что маленькие не кушают потому что они маленькие что им ничего не надо нет так же им раскладывается все поменьше правда но тоже раскладывается бог уже все накрыл уже а ты все приходишь и клянчишь отец дай мне отец козленочка хотя бы ты бы меня хотя бы исцелил бы ты бы хотя бы меня благословил бы а отец говорит яков скажи ему о мудрости допросит у бога дающего всем просто и без упреков дастся ему но допросит с верой немало не сомневаясь проси у бога чтобы ты понял слово божье потому что здесь победа здесь прорыв в слове божьем ты можешь жить как счастливый сын либо как печальный сын тоже работать в церкви что-то делать и ворчать и ворчать и говорить я столько лет отдал церкви я ничего не вижу как ты не видишь как ты не видишь просто твое имя старший сын вот поэтому и не видишь он не хотел войти в дом он не хотел разделить радость все внимание весь прожектор на него а он предал отца не я он прокатал фамильное наследство не я его вообще надо наказать выпороть ему ничего доверять больше нельзя значит он судит его он стоит говорит что как с ним нужно так отец так рад что этот сын у него есть и этот сын есть и он старшему пытается мозги изменить и сказать я никогда не препятствовал тебе ты просто не брал все мое все мое твое сын все мое твое я не знаю он услышал это понял он это притча заканчивается что они стали веселиться с младшим сыном но факт остается фактом что сам отец сказал все мое твое бери и только женщина взяла подошла и взяла а все такие знаете как бедные родственники ходят таки нуждаются таки хоть бы и мою ручку заметил бы я так вот тоже прошу тебя бог дай мне неужели ты не видишь мою маленькую мне совсем немножко надо мне не надо много мне надо немножечко без горочки только наполни мою ручку дай мне и отец говорит я тебя хочу засыпать благословениями я хочу чтобы ты тонул в благословениях чтобы ты стал ходячим благословением чтобы ты стал ходячим дезодорантом среди гниющего растливающегося мира чтобы ты был дезодорантом чтобы ты пшикал и говорил, познание Бога, познание Бога во всяком месте, чтобы ты распространил запах живительный, чтобы ты распространял знание о Боге, братья и сестры. Я не пытаюсь сейчас нагнать что-то, я пытаюсь сказать, что у вас, вы уже обладаете большинством, вы всем обладаете, обнаруживайте, потратьте время на то, чтобы узнать, Боже, неужели это правда, неужели Иисус нас исцелил, нам не надо молиться, спросите у Него, поищите в Слове Божьем, Он исцелил, ранами Его мы исцелились, когда ты это понимаешь, ты принимаешь истину, твое тело повинуется, можешь придется повоевать, тебя будут расстреливать из зенитки, дьявол тебе скажет, ты что, дурак что ли, поверил такому, тебе сказали, ты поверил, тебя накачали, но это неправда, тебе надо молиться, это дьявол тебя сейчас расстреливает, твой разум, не верь, верь, что Бог тебе говорит, дьявол всегда будет договариваться, когда он пришел к бесноватому, бесы тоже пытались договориться, они поняли, что выйти-то надо будет, только вот куда? И они говорят, вон, в стадо свиней, в стадо свиней вошли, бесы любят свиней, не будь свиней, будь овечкой, Библия плохо говорит о свиньях, что не бросайте жемчуг пред свиньями, чтобы они, обратившись, не растоптали вас, и у вас жемчуг, а о овечках Бог хорошо говорит, что мы овцы его, мы слушаем голос его, и идем за ним, идем за ним, что он наш добрый пастух, ведет нас только в хорошие места, ни в какие ловушки он нас не ведет, ведет покушать, попить, поиграть, чтобы мы отдохнули, мир был, чтобы не было хищников вокруг нас, он контролирует все. Боже, мы благодарим. Субтитры создавал DimaTorzok